А еще вопрос по шерсти овцы. То есть, вы говорите, что шерсть востребована. Мы также занимаемся танкоровым овцем. Также востребованы на сегодняшний день. Все-таки, все синтетические материалы, которые производятся, не обеспечивают, как говорил, великие акции Морозова. Очень много, более 100 видов аллергии на синтетические материалы. Тогда как можно одеваться экологично и безопасно для здоровья. Да, это все понимают прекрасно. Но вот я-то слышал, что ситуация со сбытом шерсти, то есть, там затраты на стрижку овец, ну, вернее, шерсть идет на оплату стрижки овец. То есть, или все-таки остается что-то? Куда сдаете-то? В какие? Вот мы говорили там... Первые годы у нас сложно было с этим вопросом, потому что Министерство сельскохозяйства обязало нас сдавать на местную шерстомойную фабрику, аж-чин, гривичной переработки. Естественно, там фиксированный пресс-курант. Нам практически... За то, что мы стригли, то мы только по нулям оплатывали. Да, вот это вот я и слышал ситуацию, что... В дальнейшем нам удалось все-таки, вот, генеральному директору, выйти на таких посредников, закупщиков, которые поставляют через Невиномыск, на Новороссийск, далее за границу, там, прибалтийские государства, продают шерсть. Ну, они довольно-таки неплохую цену дали. Потому что нам... Помимо того, что нам на стрижку овес требовалось, нам еще и на собственную остается. Понятно. А шерсть даете немытую, да, насколько я понимаю? Да. Ну, у нас и качество шерсти. У нас чистый выход 2,6 мм. И тонина местами до 17 микронов. Да, очень... Тонкая. Да, супертонкая шерсть была в один год. Так вот, для интереса сдали в лабораторию. Так вот, ну, в этот период как раз и нам тем не менее похоже. То есть, значит, можно сказать, что качественная шерсть пользуется сбросом, да? Да, пользуется сбросом. И еще один момент. Сейчас многие стараются раньше постричь овес, потому что они, когда жара начинается, они плохо поправляются, как у них шерсть. У нас жара, ветра, сухая. В этот период воды мало, и они очень сильно страдают от этого. И все-таки мы добиваемся, чтобы у нас сезонная стрижка была в конце мая, в начале июня, когда уже достаточно жиропота или жиропота выделиться, чтобы сохранить качество шерсти. А кто раньше стрижет, то получается шерсть очень загрязненная, потому что жиропота нет, и нет сомкнутости штаперы. И туда и песок, и колючка, и все. Тем, кто мы добились сезонной стрижки в конце мая, начале июня, когда пойдет уже жиропот. Тем самым подняли качество шерсти. Повысили качество шерсти.